Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. И сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. Опытная бригада врачей и студентов посетила мало мобильных пациентов. Серия вспыжек на солнце, произошедших в сентябре, стала причиной нескольких магнитных бурь. Глава GP Modern Chase обрушился с критикой на биткоин. Чтобы получить помощь от опытных и внимательных врачей университетской клиники Казани, нужно стоять в утомляющих очередях. Более того, уже совсем скоро высококвалифицированные медики примут первых пациентов у них на дому. Обо всех подробностях нововведения уни-клиники расскажет Аделя Шамилова. Маломобильная группа населения, как никто другой, нуждается во внимании медицинских работников. Так что вот-вот опытная и одновременно заботливая бригада медиков университетской клиники Казань начнет на регулярной основе посещать представителей данной группы населения. По определенному протоколу действий они будут заняты этим весь день и фактически будут заниматься только этой работой. От неусыпного взгляда врачей не скрыться и пациентам с тяжело переносимыми травмами. Так что лечение они смогут пройти по последнему слову медицины, несмотря на то, что практически не появляются в стенах клиники. Немало важно и то, что активное участие в оказании данной медицинской услуги примут студенты Казанского федерального, причем не только студенты медицинского направления. Очень надеемся, что у нас будет благотворное сотрудничество с институтом педагогики и психологии именно в тех аспектах, которые затрагивались ранее. По словам главврача, нормирование рабочего времени медицинского персонала пока что только составляется. Режим работы медиков будет полностью зависеть от потребности маломобильных пациентов университетской клиники. Остается лишь отметить, что переоценить социальную значимость данной услуги попросту нельзя. Ведь не все категории больных способны самостоятельно добраться до больницы. Однако теперь улучшить состояние здоровья и восстановить работоспособность в максимально быстрые сроки станет намного-намного проще. Аделя Шимилова, Владислав Михневский, Универньюс. Вузы России уделили особое внимание вопросам проведения профессиональной общественной аккредитации образовательных организаций высшего образования. И Казанский федеральный не стал исключением. Каков факультет данная проверка коснется в первую очередь, расскажет Аделя Шимилова. Двери Казанского университета вновь открылись для чертных экспертов. На этот раз вторая физическая аудитория объединила специалистов по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. Семинар с экспертами провел кандидат юридических наук Московского государственного университета имени Ломоносова. Николай Белокобыльский обсудил с присутствующими процедуру аккредитационных экспертиз в вузах, обозначив основные задачи, которые приходится решать эксперту при проведении проверок. Также было отмечено важность объединения усилий образовательной деятельности и Министерства образования науки России для повышения качества юридического образования, предоставляемого учебными заведениями. Одновременно с данной встречи также в КФУ прошел круглый стол в рамках Кэзен Лиджилл, где участникам раскрыли основные претензии работодателей к выпускникам-юристам. Исследователи задались вопросом, какими же качествами должен обладать выпускник при приеме на работу. На первом месте личностные и деловые качества. Они даже перевешивают значимость уровня профессиональных знаний. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Вспышка на Солнце напородила новую магнитную бурю. Чего ждать от магнитной бури и какова ее природа? Подробности смотри далее. Серия вспышек на Солнце, произошедших в сентябре, стала причиной нескольких магнитных бурь. Чем обусловлена такая активность Солнца и почему мощные выбросы плазмы с поверхности нашего светила способны оказать негативное влияние на здоровье? Мы знаем о том, что действительно это факт, что погодные процессы сильно воздействуют на человека, особенно жара, холод и так далее. И в частности в 2003 году в Западной Европе погибло, например, 60 тысяч человек пожилого возраста во время очень сильной жары, когда температура была за 40 градусов в летний период со знаком плюс, естественно. Так вот, вот это действительно всеми признанный факт метеотропного воздействия. Это очень трудно определить, так как Солнце по своей сути газовый шар. Эта звезда таит в себе массу загадок. Все исследования, связанные с Солнцем, носят модельный характер. После вспышки на Солнце к Земле и другим планетам устремляются потоки космических лучей и заряженных частиц, так называемый солнечный ветер. От воздействия солнечного ветра нас спасает магнитное поле Земли. Магнитные бури негативно воздействуют не только на земные электрические системы, но и на человека. Нужно отметить, что мощные потоки заряженных частиц в период солнечных вспышек могут создавать серьезную опасность для экипажей в космосе солнечных батарей и электронного оборудования космических кораблей, не защищенных магнитным полем Земли. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универниус. Генеральный директор финансового холдинга Джи Пи Морган Чейз Джеймс Даймон жестко раскритиковал криптовалюту биткоин, назвал ее мошенничеством. О том, есть ли будущее из электронной валюты и что нас ждет, смотри в следующем сюжете. После резких высказываний главы Джи Пи Морган Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту мошенничеством, курс биткоина упал до минимума. На конференции инвесторов в Нью-Йорке Даймон выступил с заявлением, что криптовалюта удобна для использования только торговцам наркотиками, убийцам и людям, живущим в таких местах, как Северная Корея. А также добавил, что уволит за секунду любого сотрудника Джи Пи Морган, если тот начнет торговать биткоином. Сам биткоин, он возник в 2008 году, когда впервые Сатоши Накамото публиковал свою первую статью. Уже прошло 7 лет, и с 2008 можно было говорить, есть ли будущее. Сегодня это уже настоящее, это уже есть. Если говорить про дальнейшее развитие данного рынка, безусловно, рынок будет развиваться. Многие прогнозы, многие страны внедряют данную технологию. В этом месяце курс биткоина снизился на 16,5% и продолжает падать. Однако с начала года цифровая валюта подорожала в 4 раза, достигнув максимума, вблизи отметки, в 5000 долларов. Криптовалюта становится все актуальнее, потому что биткоин с каждым днем там растет, а сегодняшний день он резко упал, и у большинства вызывает это огромные вопросы. Почему он так резко растет, почему за буквально полгода он вырос в 4 раза, почему он стоил там практически 5000 долларов, хотя когда-то там один биткоин был равен одному доллару. Не так давно Народный банк Китая полностью запретил ICO, признав данный процесс незаконным. Китайский регулятор планирует закрыть внутренние биржи цифровых валют. Регуляторы США и Гонконга в процессе изучения этого явления и его потенциального влияния на рынки и экономику. Что касается России, Минфин планирует разработать закон, регулирующий сделки с криптовалютами до конца года. Казалось бы, лето закончилось, и начало сентября встретил нас холодной и дождливой погоды, но переменчивая погода все-таки дала нам понять, чтобы обе лето все же будет. Об этом наш корреспондент побеседовал с экспертом и узнал, долго ли продержится тепло в Татарстане. Как же приятно продлить себе летнее настроение, хотя бы лучами теплого солнца. Теплая погода, установившаяся на территории Татарстана, продлится как минимум до следующего вторника. Однако ее нельзя считать бабьим летом в традиционном понимании. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Классическое бабье лето – это когда высокие температуры, сухая погода, и все это определяется антициклоном. Мы его называем блокирующий антициклон. А вот современное бабье лето, можно об этом говорить с какой-то натяжкой. Почему? Потому что у нас теплая волна воздуха. Это нынешнее так называемое бабье лето, оно сопровождается осадками. Оно должно быть сухим. Поэтому мы его называем, пожалуй, теплой волной, которая нас тем не менее порадует в течение недели. Температуры достаточно такие комфортные, высокие. Если по климатической норме среднесуточные температуры сентября составляют 11,5 градусов выше нуля, то сейчас они превышают норму на 4-5 градусов. Таким образом, установившиеся среднесуточные температуры выше 15 градусов можно считать летними. Ну, классического, по определению, бабье лето нет еще. Будем ждать во второй половине сентября. Но, может быть, это может случиться в 30 декаде. Следующая волна потепления, когда придет, она, возможно, будет определяться только антициклоном. Сентябрь по температурным характеристикам выше нормы. То есть сентябрь обещает быть теплым. Но не стоит сильно оголять свои колени и плечи, ведь иногда стоит все-таки ожидать дожди. Веста Земского, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих студенческих новостей. До новых встреч!